И сейчас мы снимем свои веночки красивые и пустим их в воду. Чей венок утонет, тот в этом году любовь свою не найдет. Это самый странный день Ивана Купала, который мы видели. Алтайские моржи второй день отмечают языческий праздник. Вчера были прыжки через костер, сегодня омывание в воде, которая 7 июля, по поверью, становится чище и лечит болезни. Надо загорать под солнышком, принадлежать витамин D, заботиться о своем здоровье. Правда ли, что в день Ивана Купалы из воды уходит вся нечисть – большой вопрос. В этом году на пляжах ее никто не проверял. Купальный сезон из-за пандемии заморожен. Но по факту уже работают городской пляж и водный мир. Официально еще ни один из пляжей Барнаула не открыт. Это значит, что в местах для купания никто не проверял наличие спасательных средств, состояние дна реки. Никто не дежурит на пляже. Например, стоит спасательная вышка, а спасать некому. Несмотря на то, что сегодня день Ивана Купалы, людей в воде нет. Зато в выходные все городские пляжи переполнены. И хоть сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, но у них нет полномочий, чтобы выгонять людей из воды. Спасатели могут только проводить беседы и предостерегать. И есть от чего. Каждую неделю в крае тонут дети. С начала июня на настоящий момент, по предварительным данным, в регионе утонули 24 человека. Из них пятеро детей. Ребенок в силу возраста не всегда правильно оценивает обстановку, свои возможности, не всегда видит очевидные опасности. На свой страх и риск предприниматели возобновили работу открытых бассейнов. Это Планета Кью. Пляж в парке, парк Атальчайка. Цены за вход варьируются от 300 до 600 рублей. И судя по всему, предпринимателям дешевле заплатить штраф, чем опять закрыть пляжи. С нами промониторированы сайты вот этих учреждений и также социальные сети. Поэтому и очень много информации поступило в основном это вот по озеру Ая, по империи туризма, по ООО «Иксы-Ксы», где были у нас открытые вечеринки, где дискотеки были. Мы как-то готовим материалы в суд. Там два готовятся протокола. Один штрафная санкция, другой переостановка деятельности. Мы всегда настаиваем в таких ситуациях на переостановку деятельности объекта, потому что это более важно, чем заплатить штрафные санкции. Насколько эти угрозы серьезны, покажет время и паника в обществе, вызванная огромным скачком новых заболевших. Пока, судя по всему, барнаульцы уже устали и забыли о том, что край находится на первом этапе снятия ограничений. Ирина Корчагина, Илья Халяпин. День с толком.